ассалам алейкум для чего нужен вахтат с суннитами из чего и что это собой подразумевает под собой подразумевает какие доводы есть на вахтат благодарю заранее за ответ в алейкум ассалам ва раматуллах и баракяту итак по поводу того для чего нужен вахтат с суннитами начнем с того что это во первых кораническое положение всевышний священном коране приказал верующим придерживаться единства всевышний говорит от асму библиллахи валята фарраку держитесь за верфь аллаха и не разделяйтесь это всего лишь один из аятов священного корана где всевышний призывает мусульман придерживаться единства и не разделяться один из тех аятов всего лишь один из тех аятов священного корана где всевышний подчеркивает важность сплоченности и единства таких аятов огромное множество помимо того что священном коране всевышний называет всех мусульман единой умой это единая умма в этом уже название заложим призывки единства к тому чтобы мы были едины помимо этого наши имамы также учили нас тому чтобы мы придерживались единства и наши имамы активно проявляли данную позицию позицию единства и сплоченности и тяги к друг другу например обратите внимание в достоверном хадисе из аль-кафи достоверном у этого хадиса достоверность цепочка передатчиков который передается от его светлости мама сады галей салата вассалам говорится что ман саляма ахум фи сафи лавали кана кеман салла халфа расулилла вам сады галей салат вассалам изволил сказать тот кто прочтет за ними молитву в первом ряду то есть за суннитами прочтет молитву будучи в первом ряду подобен тому кто прочел молитву за посланником аллах салла лавали его али его салям этот хадис приводится в других вассаля шия приводится что мы здесь в этом ходите и обнаруживаем что несмотря на то что наши имамы учили нас тому что там молитва которые они совершают совершают сунниты она неверная неправильно не соответствует той молитве который совершал его светлость посланник аллах салла лавали его леса но несмотря на это несмотря на то что у них неправильная молитва ошибочная молитва например они скрещивают руки и так нельзя делать так посланник аллах салла лавали его леса не делал но несмотря на все это они призывали к чтобы шииты и их последователи читали молитву вслед за суннитом и обещали своим последователям за эту великую награду, подобную награде молитвы за самим посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Или же в других преданиях, например, в другом предании также от Изусули Кафи, который также имеет достоверную цепочку передатчиков, передает Муавия ибн Вахбе, что он рассказывал относительно имамов, что Муавия ибн Вахбе говорил, что смотрите, как ваши имамы жили, и следуйте за ними, будьте как они. И Муавия ибн Вахб сам наблюдал жизнь имамов, то есть он знал, как они жили, какой у них был метод, какой был у них образ жизни. И вот что он говорит, вот что Муавия ибн Вахб по этому поводу рассказывает, Он говорит, делайте, как они делали. А что они делали? Они посещали больных из числа суннитов, Мордахум, посещали их больных. И присутствовали на их похоронах. И свидетельствовали как в их пользу, в суде имеется ввиду, так и против них, как за них, так и против них свидетельствовали, приносили свидетельство свое. И возвращали им их доверенное. То, что они доверяли, имамы возвращали этим людям, то, что им было доверено. То есть они посещали их больных, присутствовали на их похоронах и так далее и тому подобное. То есть таким образом мы видим, что жизнь имамов и их методы были построены на том, чтобы вести добрососедскую жизнь с ними. Быть с ними добрыми, быть с ними как с родными, близкими своими, быть с ними как с теми, с кем они одной уммой. И таким образом, говоря о том, почему это необходимо, это потому, что к этому призывает Всевышний, и потому, что это был путь и метод наших имамов. И это всего лишь я два примера из примеров наших имамов привел, таких примеров огромное множество. А теперь по поводу того, что под этим подразумевается. Что мы подразумеваем под тем, что под единством с суннитами, что мы под этим подразумеваем? Давайте этот момент тоже уточним. Во-первых, единство означает, что мы должны общаться с друг другом, как с братьями, поддерживать друг друга и помогать друг другу. Например, сейчас наши братья-сунниты в Палестине находятся в трудном положении. Нашим долгом и нашей обязанностью является поддержать их, помочь им. Что мы и на протяжении всех этих годов оккупации Палестины и делали. Мы, я имею в виду, шиитский мир, имамидский мир. И в первую очередь, конечно же, это Иран, который является единственным и самым главным помощником, самым главным, самым главной и единственной страной, которая поддерживает палестинский народ. Это во-первых. Во-вторых, не провоцировать, не нагнетать, не сеять вражду. А наоборот, пытаться смягчить какие-то острые углы, пытаться призвать к единству, к братству, к дружбе, к мирному сосуществованию. Вместо того, чтобы провоцировать, обзывать, проклинать друг друга. Я уже не говорю о том, чтобы воевать друг с другом, поднимать друг на друга руку или же оружие. Это во-вторых. В-третьих, единство предполагает борьбу за общие ценности и борьбу с общими врагами. У нас есть общие ценности, и это вне всякого сомнения. У нас есть общие цели, и это вне всякого сомнения. Почему бы нам не объединиться для достижения этих целей? Почему бы нам не объединиться для утверждения этих общих ценностей? У нас есть общие враги. Почему бы нам не объединиться для отдаления этого общего врага? Отказ от такого единства – это неразумно, это глупо, это опрометчиво. Это в третьих. В четвертых, когда мы говорим о единстве, мы ни в коем случае не говорим о том, что необходимо отказаться от своих собственных взглядов, от своих собственных убеждений. В этом единство не заключено. Это не есть то единство, которым мы призываем. Почему? Потому что, чтобы мирно существовать, чтобы достигать общих целей, чтобы идти к общим целям, чтобы устанавливать общие для нас ценности и бороться с общими антиценностями, нам нет необходимости быть одних взглядов. Почему? Потому что это вполне естественно, это вполне приемлемо, то, что разные люди, разные группы людей исповедуют немножко отличные друг от друга взгляды и представления, и убеждения. Это вполне естественное дело, это вполне естественно, и ничего в этом сверхъестественного нет. Ничего в этом катастрофичного нет. Потому что все люди разные, и к разным вещам относятся по-разному, и мыслят по-разному, и даже интеллектуальные способности у разных людей разные. И поэтому, почему удивляться тому, что у людей разное представление, разное понимание, разные взгляды, разные отношения и разные убеждения. Это вполне естественно. Поэтому разность мнения, то, что у нас мнение разное, мы должны это принять. Да, мы должны стараться, конечно же, прийти к общей истине, к тому, что является истиной как для нас, так и для них. Прийти постараться через дискуссии, через общие научные обсуждения, через научные изыскания, через диалог, мирный научный диалог, мы должны прийти к тому исламу, общими усилиями прийти всем к тому исламу, который принес нам его святый спасанник Аллах. Мы усилия должны прилагать совместные в этом направлении. Но единство все равно не означает, что мы просто так должны отказаться от своих взглядов, или они должны отказаться от своих взглядов для того, чтобы быть едиными. В этом никакой нужды нет. В отказе от своих убеждений нет нужды для единства. Почему? Потому что разногласия, разные точки зрения, это вполне естественно. Это в четвертых и пятых, и в шестых единство предполагает мирное сосуществование. Чтобы мы жили как добрые соседи и как братья и сестры в одном обществе, не проклинали друг друга, не избивали друг друга, не притесняли друг друга, не сажали друг друга в тюрьмы, как, например, это бывает в некоторых странах, например, в Таджикистане, обратите внимание, там шииты дышать не могут просто-напросто. Им невозможно спокойно вздохнуть. Огромное количество наших братьев и сестер сейчас находится в тюрьмах таджикских. И многие из них умирают, и непонятно, от чего умирают. Например, недавно на днях я побывал в доме одного брата из Таджикистана. Его брата родного здорового, молодого человека посадили в тюрьму, только за то, что он шиит, и внезапно, через некоторое время он умер. Почему? Потому что что-то вкололи ему, в результате этого он умер. Это означает, что в Таджикистане просто идут гонения на шиитов. Шиитов гоняют, притесняют, сажают в тюрьму только за то, что они шииты. Это полностью противоречит концепции. Такое отношение как с нашей стороны, так и с их стороны полностью противоречит концепции единства. Единство предполагает мирное сосуществование. И также в седьмых это отказ от неуместных обвинений. Обратите внимание, вот допустим то, что мы наблюдаем со стороны ваххабитов. Они обвиняют остальных мусульман в неверии, в ширке, в многобожии. Обвиняют их в том, что они отошли от ислама. Эти обвинения абсолютно неуместны. Все мусульмане без исключения являются, все мусульмане абсолютно без исключения. Являются единобожниками, являются и не практикуют, и не исповедуют многобожие. Не исповедуют ширк, не поклоняются идолам и каким-то божествам наряду с Аллахом. И поэтому от этих обвинений в адрес друг друга необходимо отказаться. Необходимо отказаться как нам в их адрес, так и в наш адрес. И обратите внимание, я вот порой замечаю в последнее время среди невежественных последователей Ахлибейт, алейхим салат ва салам, тех, кто называет себя последователем Ахлибейт, алейхим салат ва салам. И вижу, что вследствие своего невежества те тоже других мусульман, как и ваххабиты, называют многобожниками и так далее и там подобное. Это совершенно неприемлемо. Да, мы можем какие-то тенденции наблюдать, которые мы можем толковать как малое многобожие, малое, небольшое. Мы сейчас говорим об обвинении в большом многобожии. Мы можем наблюдать какое-то малое многобожие, о котором нас предупреждал его светлость посланник Аллаха, салаллаху алейхим салам. Это одно. Мы говорим о том, чтобы обвинять друг друга в большом многобожии, в том, что вот вы не мусульмане, вы мушрики. Что вы могила поклонники, или вы идолопоклонники, или вы истуканопоклонники, или так далее, и там потом солнцопоклонники, и так далее, и там подобное. Среди мусульман таких нет, все являются единобожниками. Никто не исповедует большой ширк. А малый ширк, он присущ всем людям практически, вне зависимости от того, каких течений они, каких взглядов они перетяживаются, и какие убеждения они исповедуют. И также восьмых, это, конечно же, как я уже чуть ранее сказал, это стремление к тому, чтобы через научные обсуждения, через научные изыскания, через научные диалоги достичь все-таки той единой точки зрения, которую принес его святлость посланник Аллаха, того единого учения, которое был принесен человечеству, его святлостью, посланником Аллаха. Например, в качестве примера я приведу, вот недавно, некоторое время назад, мы с одним из суннитов из Чечни по имени Абу Сумай обсуждали вопрос того, что оставил после себя посланник Аллаха, Коран и Сунну, или Коран и Ахляль-Бейт. И мы с ним легко, очень просто, через научный диалог, через научное обсуждение, пришли к выводу о том, что его святлость, посланник Аллаха оставил после себя Коран и Ахляль-Бейт, а не Коран и Сунну. И эту дискуссию, это наше обсуждение, наш диалог, вы можете посмотреть и увидеть, как мы легко и просто пришли к единому знаменателю, к какому-то единому мнению. И выяснили, что согласно Исламу, после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и Сунну, ценностью являются Коран и Ахляль-Бейт. Теперь также коснёмся того, вообще, для чего это единство нужно. Потому что вопрошающий брат спрашивает, или сестра спрашивает о том, для чего нужен вахтат, и что это под собой подразумевает. Ну что подразумевает, мы уже сказали. И доводы, какие доводы есть на вахтат, мы также сказали. Теперь по поводу того, для чего это нужно. Это нужно по очень многим причинам, очень многим. Настолько большое количество причин существует для этого, что нет никакой возможности даже небольшую часть этих причин перечислить. Но давайте я приведу самые такие важные и очевидные причины. Это то, что для достижения тех целей, которые поставил Ислам перед нами, в первую очередь перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи и Алихи и Салям, и после посланника Аллаха, перед его наместниками и халифами, перед нашими непорочными имамами, и уже перед нами, после этого перед нами, то есть перед верующими, обычными верующими людьми, для достижения этих целей нам необходимо быть вместе. Нам необходимо быть сплоченными. Враждуя друг с другом, провоцируя друг друга, отдаляясь друг от друга, мы этих целей не достигнем. Мы отдаляемся от этих целей. Через вражду, через раздоры, через войны, через отдаление друг от друга мы от этих целей отдаляемся. Например, посмотрите, Саудовская Аравия, она на стороне Запада, вместо того, чтобы быть на стороне мусульманского мира, например, быть вместе с Ираном, к плечу бороться с западными ценностями, западным миром, в том числе и с Америкой, Соединенными Штатами Америки, которая узурпировала практически весь мир и угнетает слабые страны, в том числе и мусульманские страны, вместо того, чтобы Саудовская Аравия быть наряду с Ираном и бороться против общего врага, Саудовская Аравия придерживается другой политики, инвестирует в экономику Америки, является союзником Америки на Ближнем Востоке, содержит на своей территории американские военные базы и так далее. Всё это, эта модель поведения, которая придерживается Саудовской Аравии, она отдаляет нас от того, чтобы мы достигли тех целей, которые поставлены перед нами Исламом. Эта модель поведения отдаляет нас от этих целей. Это, например, одна из причин, почему так важен вахтад, почему так важно единство. Есть и другие причины, огромное множество других причин, но так как у нас время крайне ограничено, мы уже этих всех причин, конечно же, не успеем коснуться. Продолжение следует...